Здравствуйте, друзья! Меня зовут Алексей Душка. Сегодня я буду говорить с Борисом Тизенгаузеном, политтехнологом, человек, который понимает многое, может многое рассказать. И вот сразу, наверное, к главной теме сегодняшнего дня. В Украину едет трио, которое в последнее время поет песню про дружбу с Путиным. Это премьер Италии Драги, канцлер Германии Шольц и президент Франции Макрон. Вот первый вопрос. Вот они реально пляшут под дудку Кремля или все же они друзья Украине? Ну, я их со своей стороны называю Орден Хранителей Лица, сами знаете кого. Поэтому они не пляшут под дудку Российской Федерации и они не готовы интересы Украине ставить выше интересов собственной страны. То есть вот в чем отличие этих трех персонажей. Шольц, несмотря на свои заявления, он пытается тихим таким сапом саботировать поставки оружия в Украину. Макрон каждый вечер названивает Путину, пытается дать ему возможность сохранить лицо. Мы помним его эту знаменитую фразу «давайте не унижать Россию». Ну а Драги, ну Драги есть Драги. То есть итальянцы, мы видим российское лобби очень сильно в Италии и если кто-то смотрит итальянские телеканалы, вы это можете понять прекрасно, там довольно большое количество пророссийских экспертов, пророссийских нарративов. То есть Италия всегда была одним из ключевых, еще со времен Берлускони, ключевых государств, куда Россия частенько посматривала и пыталась разным образом, если хотите, коррумпировать либо бывшее политическое руководство, либо действующее. Я предлагал, в том числе и на своем фейсбуке, сразу начать их посещение Украины с визитов к Бучу. Да, понятно, там уже немножечко убрали, там уже не так все, как сразу после выхода российских войск, но это дало бы им очень четкое понимание дальше, нужно ли говорить про сохранение лица Путина, нужно ли говорить вообще про то, что не нужно унижать Россию. Поэтому я думаю, это был бы для них такой хороший холодный душ. И многие европейские лидеры, которые посещали Бучу и Бородянку, они после этого, ну мне кажется, переосмысливали вообще свой подход к тому, что происходит в Украине. То есть да, нашему президенту необходимо будет сделать многое для того, чтобы вот этот их посыл, давайте садиться за стол договариваться, может быть вы какие-то территории уступите, вы уже не можете воевать, да и уже и оружие вам не хотят давать. То есть вот, чтобы переломить этот посыл, Зеленскому придется сделать большую работу, да и не только Зеленскому, всей делегации, которая будет принимать этих лидеров европейских государств. Почему они едут сразу втроем или вдвоем, в зависимости от того, кто там все-таки приедет? Почему вот все в один момент, вот так вот раз и решились? У них очень хороший повод есть. Они едут накануне того, накануне события, которое для нас крайне важно, накануне голосования представителей Европейского Союза за статус Украины как кандидата в члены Европейского Союза. И мне кажется, что для них это очень хорошая разменная карта. То есть они могут сюда приехать и сказать, ну хорошо, мы дадим вам этого кандидата, но сделайте вот то-то, то-то и то-то. И вообще, вы знаете, нам все сложнее, нашим избирателям становится объяснить, почему бензин дорожает, почему продукты дорожают. Это на самом деле из-за вас, но мы не хотим, чтобы так дальше продолжалось. Да и тут экономический кризис на носу, да еще и продовольственный кризис. Мы не хотим новые потоки мигрантов из стран Африки, не хотим из стран Ближнего Востока. Поэтому вот давайте-ка мы что-то решим, это на благо всей цивилизации будет, и вы должны пойти на услуги. Судя по последним заявлениям и наших функционеров политических, и президента, и кулебы, которые за внешнюю политику тоже отвечают, Украина не готова сдавать свои территории. К сожалению, может быть, для вот этих лидеров не просто не готова, а готова воевать дальше, готова довольно жестко требовать вооружения, которое нам обещали. И благо у нас есть для этого надежные партнеры. Они прекрасно понимают, общаясь часами по вечерам с Путиным, что Путин может воевать очень долго, потому что ему плевать на собственный народ. Ему плевать, что его народ живет где-то в районе черты бедности, будет жить еще хуже. Ну там не жили хорошо, нечего и начинать. А вот рядовой европеец, он существенно прочувствует на себе ухудшение качества жизни, которое будет являться следствием экономического кризиса. Поэтому они едут торговать для себя в основном. Естественно, не для Путина. А что все-таки тогда могут предложить? Вот если конкретно, можно пофантазировать или проанализировать, что могут они предложить Украине, чтобы вот что-то там Путину? Вот что они могут предложить? Давайте пофантазируем. Значит, аргументы будут следующие. Украина, смотрите, мы и так приняли 7 миллионов ваших беженцев. Мы и так их обеспечиваем. Во-первых, наших бюджетов на этого не хватит. Во-вторых, наши бюджеты этого не предусматривают. Когда мы их принимали в прошлом году, мы не думали, что такое количество беженцев будет. Это раз. Во-вторых, вот эти все санкции против Российской Федерации, они это как бы палка о двух концах. Они бьют и по нашей экономике в том числе. В-третьих, смотрите Украина. Вот этот мировой продовольственный кризис, он в общем-то тоже из-за того, что Украина не идет на уступки. Это по нашему мнению, по мнению Шольца, Матрона и Драма. И мы не хотим, чтобы эти беженцы были у нас. В-четвертых, смотрите Украина. Не так далеко отопительный сезон. Мы видели, как Россия умеет профессионально, виртуозно шантажировать рынок своими энергоресурсами, точнее ценами на энергоресурсы. Мы не хотим, чтобы наши избиратели потенциальные получили платежки и задавали нам вопросы. Поэтому вот есть слишком много «но». Да, мы вам помогаем. Да, помогаем, насколько можем. Но давайте-ка и вы пойдете на какие-то уступки. А именно, давайте вы не будете говорить, что вы собираетесь с помощью оружия, которое мы вам поставляем, очистить всю территорию, в том числе и аннексированных, в том числе и оккупированный Донбасс от российских захватчиков. Давайте дадим Путину какой-то коридор возможностей. Потому что, если мы так скажем, то Путин в очередной раз нам погрозит ядерной булавой и скажет, мы ядерная держава и мои жители, российские граждане, они могут жить в этом, простите, дерьме очень долго. Не то, что ваше, европейское. То есть мы в сложной ситуации. Вы должны пойти нам навстречу, и тогда мы вам дадим денег на восстановление экономики. Мы вам дадим денег, которые вам нужны на восстановление инфраструктуры. Мы дальше будем принимать и выплачивать пособия вашим беженцам, пока у вас не нормализуется ситуация. Вот такое наше предложение. А если Украина не пойдет на уступки, может ли быть такое, что примут какие-то радикальные меры и Франция, и Германия, и Италия, возможно, будут против вступления Украины в ЕС, еще какие-нибудь палки в колеса будут вставлять, или все же это пока политическая игра или угроза? С чем они уедут отсюда, мне сказать сложно. По крайней мере, позиция Зеленского мне понятна. Зеленский не будет говорить после встречи с Шольцем и с Макроном, что приехали вот эти добрые ребята и убедили меня, что нужно сдать части. Мы же понимаем, чем это может закончиться. Да и Зеленский никогда на это не пойдет. Поэтому, я думаю, они сейчас будут где-то в оттяжку во время брать. То есть, давайте мы, значит, какие-то условно-рамочные документы с вами тут проработаем, создадим какой-нибудь там союз очередной, для, ну вот как по Минским соглашениям у нас была группа рабочая. Вот мы ее создадим, начнем какую-то волокиту бумажную, а там дальше посмотрим. Потому что оружие, которое по Ленд-Лизу должно нам приехать в августе, оно может существенно переломить ход событий. И риторика российских политических лидеров, в том числе Путина, Медведева и спикеров официальных, говорит о том, что Россия все больше истерит и помакивает вот этим ядерным оружием. И намекает, что если мы тут сейчас ничего не достигнем, то у нас, в принципе, руки развязаны. Вот я смотрел сегодня некоторых военных экспертов, того же Олега Жданова, который выразил опасения, что после визита того же, вот если мы говорим сейчас конкретно о Шольце, да, что это может еще больше помочь Шольцу затягивать поставки оружия в Украину. Это будет так, если Украина не согласится на условия Шольца, Германии, ну этого поющего трио? Или все-таки нет? А вот тут вопрос в сломе классических дипломатических правил. То есть, если, например, они кулуарно поговорят, Зеленский скажет нет, и они разъедутся, тогда Шольц может сказать. Я предлагал, значит, Украине абсолютно понятные и прозрачные условия, но Украина не согласилась, Украина хочет воевать. Мы вообще не знаем, значит, куда пойдет наше оружие, поэтому, извините, мы тут будем это затягивать. Это один сценарий. А если Зеленский выйдет и скажет, слушайте, тут приезжали вот эти товарищи ко мне, и конкретно Шольц мне предложил сдать часть территории. Да, это скандал дипломатический, серьезнейший, но Шольц этого тоже опасается, потому что Зеленский не классический политик. Зеленский уже делал пару раз такие, как говорится, кульбиты, от которых некоторым европейским классическим дипломатам, которые привыкли в этой растяжке до Дании сидеть, становилось плохо. Когда он сказал, что Штайнмайер сюда не приедет, просто потому что он лоббировал «Северный поток-2». И когда он из Бучи, помните, обратился к Меркели и Берлускони и сказал, вот результат того, что вы долгие годы просто-напросто закрывали глаза на то, что Путин манер. Вот теперь смотрите. И Меркель, кстати, через какое-то время молчания, она все-таки сказала пару слов и осудила российскую агрессию. Это тоже результат непривиальной дипломатии. Мы сейчас находимся на этапе, когда, в принципе, классическая дипломатия иногда просто бесполезна, кажется. А вот смотрите, я еще вот читал, что Испания вроде как бы готова дать нам немецкие танки, но опять же Германия против. Почему так получается, что Испания готова, а Германия против, и к нам эти танки не едут? Почему? Нельзя из Испании взять как-то напрямую? Объясните. Объясняю. Это танки немецкие. И когда, например, Германия поставляет эти танки в Испанию, подписывается соглашение, что в другой стране или какой-то, не знаю, территории Испания может передать это вооружение только после согласия того, кто их произвел. Вот и все. Точно по этой причине Израиль блокирует, например, поставки тоже определенного вооружения из других стран, израильского происхождения вооружения, стран, которые готовы нам его отдать. Поэтому, ну вот здесь такой механизм. В принципе, он логичный, потому что если мы, например, производим какое-то тяжелое вооружение, поставляем в страны Африки, то мы должны понимать, что это вооружение не пойдет во имя зла. И только с нашего разрешения страны Африки будут это вооружение передавать кому-то еще. А вот Украина готова наступать без того вооружения, которое затягивает нам Германия, Израиль? Нам хватит мощности вот оружия, которое есть у наших войск, у наших ЗСУ сейчас? Не готова. И здесь я склоняюсь и прислушиваюсь к нашим профессиональным военным экспертом, коим, к сожалению, я не являюсь. То есть военные эксперты наши говорят следующее, что для серьезного профессионального контрнаступления нам нужны намного более серьезные поставки и реактивных систем залупового огня, и гаубиц, и дронов, и противотанкового оружия. То есть сейчас, например, штаты нам готовы в ближайшее время поставить четыре установки Хаймерс, вот эти, да, реактивных систем залупового огня. По мнению экспертов, нам их нужно для наступления эффективного от ста до двухсот штук. То есть четыре системы, это чисто поучиться нашим военным с ними работать. Уж точно никак не контрнаступать. И опять же, контрнаступление предусматривает соотношение сил совершенно другое. Не один к одному, когда они в лобовом столкновении находятся, а один к трем, один к пяти. Когда российские войска несколько линий обороны уже в районе Херсона создали, конечно, нам нужно больше сил, нам нужно больше вооружения. Пока этого вооружения мы не получаем. Исходя из этого, то есть сейчас главным играющим на руку Путина европейским политикам, которые имеют огромное влияние в Европе, остается все-таки Шольц. Да или нет? Нет, Шольц не блокирует санкционные пакеты всего Европейского Союза, а Венгрия блокирует. Поэтому Россия может быть обескровлена двумя путями. Первый путь – это полный разгром российской армии в Украине. И второй путь – это сломать хребет российской экономики. Так вот, санкционные пакеты, они в комплексе с действиями наших вооруженных сил ломают Российскую Федерацию. И Венгрия, после того, как она блокировала поставки энергоносителей, точнее, после того, как она блокировала инициативу поставок энергоносителей российских, получился слишком урезанный шестой пакет. И опять же, это говорит нам о том, что вот эти большие союзы – это их слабое место. Когда 40 стран должны единогласно, коллегиально принять решение, то России не нужно коррумпировать весь Европейский Союз. Достаточно коррумпировать правительство одной маленькой-маленькой страны, причем с развитой коррупцией в том числе, и все тогда. Поэтому Европейский Союз тоже, наверное, свой подход должен пересмотреть к этому, или, наверное, уже поработать с Венгрией более жестко. Смотрите, Венгрия что сделала. Венгрия сказала, да, мы готовы отказаться от российских энергоносителей. Да, мы рассматриваем шестой пакет, очень хороший, но дайте 700 миллионов евро. Это нам, чтобы компенсировать поставки российского газа и нефти. Евросоюз говорит, ну никакие деньги большие, дадим вам 700 миллионов. Через некоторое время выходит правительство Венгрии и говорит, а мы тут передумали, нам, значит, не 700 миллионов нужно, а 18 миллиардов. Ну и тем самым просто показывает, что речь не в сумме, а в том, что они просто хотят блокировать этот пакет. А нельзя никак в Евросоюзе наказать такого сорванца, который вот сегодня одно, завтра другое? Конечно, можно. Можно наказать, можно не дать Венгрии денег в следующем году. Просто не дать денег на различные проекты, которые она требует. И сказать, будете так себя вести, вообще денег не получится. Но, к сожалению, знаете, как это, засранец, но свой. Поэтому, значит, будем с ним разговаривать, будем его умасливать, ублажать. Ну вот мы его приняли в свою семью. И вот он такой у нас уродец немножечко, мы будем с ним нянчиться. Давайте вернемся к поставкам оружия, точнее, к тому, что их затягивают, эти поставки. А до какого времени, можно подумать, до какого времени вот Шольц, Макрон могут затягивать с поставками оружия? Просто вот где предел? Где предел, когда или народ, или кто-то из союзников скажет, ну, друзья, хватит, давайте конструктивно? А союзники уже говорят, обратите внимание на риторику Эстонии, Латвии, на риторику стран, которые, как никто другой, понимают, что такое соседство с российским агрессором, и что такое постоянные угрозы со стороны России. И да, они говорят, что, ну, смотрите, некоторые европейские лидеры поменяли материальные блага на наши европейские ценности, которые мы тут внутри нашего Евросоюза долгое время создавали. А сколько могут затягивать? Да бесконечно. Вот сейчас мы, например, узнали, что, оказывается, Германия может нам системы противовоздушной обороны в зиме только поставить, и это только предварительная оценка. Дальше забюрократировать процесс можно вообще до бесконечности. Мне кажется, что есть определенное раздражение у европейских политиков, когда они едут и перекрывают дорогу люди с украинскими флагами. Но дипломатами давить это намного эффективнее, потому что дипломат – это человек, который просто к нему, к этому немецкому политику в кулуарах подходит и говорит, а вы что делаете вообще? Или, смотрите, Германия, вы же претендовали на лидера Европейского Союза, а как вот с такими ценностями, которые вы сейчас пытаетесь продвинуть, вы можете быть лидером Европейского Союза? Этим пользуется и пользуется тот же самый Борис Джонсон, который уже не в Великобритании, а не в Европейском Союзе. Но Борис Джонсон, как оказывается, смог сплотить вот эту ось государств, которые максимально жестко по отношению к России настроены. Это у нас Великобритания, Польша, Латвия, Литва и Стольк. То есть вот наши ближайшие союзники и сарайники, которые вообще уже не выбирают слова в отношении тех политиков, которые пытаются, простите за слен, отпетлять от поставок вооружения. Но они разве не понимают, те, которые пытаются отпетлять, что по сути они могут стать политическими трупами? То есть дальше за них никто не будет голосовать, никто не будет их поддерживать, потому что все-таки Европа сильна тем, что она ценит свои ценности. Уж извините за масло масляное. Есть нюанс. Например, какой-нибудь лидер Германии, который потом сказал, скажет, что вот смотрите, Путин подписал мировое соглашение, мы не поставили тяжелое вооружение, Украина не пошла на Крым, мы спасли от эскалации, от очередного витка жесточайшего войны всю Европу. Мы не поставили оружие, а мы там петляли, и вот смотрите, как произошло. Сели за стол приговоров, подписали что-то там, какую-то неопределенную территорию обозначили, вот такие мы молодцы. Мы сохранили жизнь. То есть у них же есть и эта риторика в том числе. И Байден тоже понимает, у него же тоже рейтинг снизился, исторический минимум он сейчас получил, потому что он тоже находится на растяжке между кризисом и между тем, чтобы обострить еще раз ситуацию. Ну, не обострить еще раз, там уже, наверное, дальше просто обмен, как говорится, ударами может быть. То есть Байден говорит, я спас мир от ядерной войны, вот такой я молодец. И европейский избиратель, он же не хочет войны на своей территории, он боится ее потенциально. И он будет говорить, да, молодец Шольц, спас мир от очередного ядерного противостояния. Ну, то есть, а люди очень боятся в Европе, что Путин не просто грозит, а и применит ядерное оружие? Безусловно, я думаю, что это один из основных страхов сейчас в сытой, относительно спокойной и тихой Европе. Когда у них включали сирены, вот эти тестовые, когда у них тестировали сирены в разных европейских странах, я видел репортаж, когда люди, которые не знали об этом, снимали их лица на улицу. Вы не представляете, какие это лица были, там был полнейший шок. То есть они не хотят этого, они видят беженцев, они видят миллионы беженцев, они видят в каком они состоянии находятся. Они видят, где эти бедные семьи, женщины с детьми вынуждены жить в спортзалах, в школах, в каких-то не особо подготовленных помещениях. Они знают те суммы, которые выделяет их правительство на проживание наших беженцев, и они не хотят такой судьбы. То есть они говорят, да чего это мы заслужили. Ну и давайте, знаете как, давайте совершенно так вот прямо, открыто говорить. Тогда была война в Сирии. Вот останови на улице рядового украинца и скажи, а что там происходит? И вообще готов ли ты рядовой украинец, например, на 30% больше платить коммунальных услуг, потому что война в Сирии? Ну подождите, война в Сирии это все-таки где-то там, а для европейца Украина это как минимум где-то здесь? Ну где-то там, но сирийские беженцы оказались в Европе. Когда война не у тебя в стране, когда у тебя нет сирены, ты не бегаешь и не ждешь прилетит ракета к тебе или нет, когда ты каждый день мечтаешь сводки с фронта, тогда война далеко. И тогда ты думаешь, ну как-то там переживут, чего они не помирятся, ну а пусть отдадут эту территорию. Сколько войн было, когда страны лишались своих территорий. Ну пусть немножечко уступят, Украина и так большая страна. Вот как думают части европейского электорана. Это большая часть? Я не думаю. Здесь должна быть, наверное, какая-то глубинная социология, хотя ее, может быть, и проводят, в которой должны задать простой вопрос. Считаете ли вы, что война должна закончиться и Украина должна уступить часть территории? Вот если бы такой вопрос был задан, и мы бы тогда увидели, сколько европейцев на этот вопрос готовы ответить. Кстати, те же финны, например, которые в советско-финской войне потеряли 11% территорий, они же после этого, по большому счету, весь путь, всю жизнь шли в НАТО. И когда накануне вступления на подачу заявки в Финляндии в НАТО, я смотрел репортаж, как финны готовили бомбоубежище с футбольными полями, с торговыми центрами, я понимал, что они всегда ждали нападения, пусть уже не от Советского Союза, а от России. Вот кто столкнулся в прошлом веке с агрессией Советского Союза или Российской Федерации, все прекрасно понимают, что она никогда не останавливается. Были компании чеченские, была Грузия, были множество других компаний. Россия влезла в Сирию, Россия на Балканах себя проявила. То есть люди понимают, что у России нет желания конкурировать технологически, экономически. Есть желание конкурировать милитарически. И в принципе это срабатывало до последнего времени. А вот хорошо, каких три совета можно дать, ну не знаю, или три варианта рассмотреть, как повлиять на Европу, на этих лидеров, чтобы они не затягивали с оружием, не затягивали с политическими важными решениями для победы Украины? Три каких-то варианта или совета, как это правильно назвать, я не знаю. Ну первый совет, наверное, он такой до поверхности. Первый совет это вступать в региональные союзы. Мы плюс Латвия, Литва, Эстония, мы плюс Польша, мы плюс, ну это не совсем региональная Великобритания, и вот этой массой Великобритания ядерная держава. И уже не собственными просьбами, а массой других стран, которые за нас, давить на сомневающихся. Это первый. Второй вариант, не уменьшать плотность дипломатических контактов. То есть возить их сюда каждый день, неважно, пусть это не президент будет, пусть это будет глава парламента, пусть это будут депутаты, использовать межпарламентские депутатские группы, тащить их сюда, в Украину, и тыкать, простите меня, в Бучу, в Бородянку, и во все другие пострадавшие населенные публики. Когда они своими глазами видят, это не множество сознания. И еще один вариант, настраивать информационную кампанию, которые должны быть составляющие. Украинские каналы, украинские каналы на английском языке. Уничтожать российские каналы, которые работают в Европейском Союзе. То есть эффективно и активно работать не только на пропаганду, но и на контрпропаганду на территории Европейского Союза. Плюс выявлять и с помощью наших партнеров в Соединенных Штатах, в том числе и финразведки Соединенных Штатов, российских лоббистов, которые миллионы денег тратят сейчас на псевдо-журналистов, на псевдо-активистов, на псевдо-политиков, которые раскачивают ситуацию в сторону Российской Федерации. Ну вот, на вскидку так. И последних два вопроса с очень короткими ответами, по вашему мнению. Если Путин так пытается давить на Европу, ту картину, которую мы видим, да, и ядерным оружием, и через эти все вливания денег ненастоящих журналистов, ненастоящих политиков и так далее, чтобы Европа в свою очередь давила на Украину, то это означает, что в войне перелом уже наступил? Нет, не наступил. Почему? Потому что перелом не наступит, пока Украина сопротивляется. И информационно в том числе. То есть перелом не наступит, пока украинские чиновники говорят, нас это не устраивает, мы не сдаем территорию. Я имею в виду, не смотрите, я, наверное, неправильно не выразился. Перелом наступил, и Путин уже вообще боится проиграть? Я в этом, об этом переломе. Да, вот в этом плане, да. Путин не просто боится проиграть, Путин придумывает до сих пор сценарий, который он может продать. Он своим-то продаст россиянам, они же уже закапсулированы в инфополе, он им все что угодно скажет, мы все цели достигли. А вот как ему продать сценарий тем, кто его когда-то воспринимал как сильного лидера, я имею в виду в Европейском Союзе, вот как ему им продать этот выход из этой ситуации, он пока не понимает. И поэтому он как раз пытается их задействовать. Это уже признак слабости. Ну, подарит телефон новый Макрону, пусть он ему чаще звонит, не знаю, как пример. Вот как раз если он подарит новый телефон Макрону, и Макрон будет ему чаще звонить, это будет признанием поражения. И второй вопрос. Говорят, ну это так, на уровне слуха, то, что я читал в прессе, в иностранной, в нашей, говорят, что ЕС уже вроде как готовы два сценария для Украины по членству, и положительный, и отрицательный. Ну, вот какое звучат, это зависит вот от этой встречи трио и украинской стороны. Это правда или это все-таки слухи? Я думаю, что это слухи. Что это трио может реально повлиять на членство Украины или на кандидатство Украины в ЕС? Я думаю, что это слухи, потому что все же прекрасно прослеживают связь между этим визитом и решением Европейского Союза по кандидатству Украины. Вот я на сегодняшний день все такое кандидатство. Могут Украину кандидатом признать, а дальше можно долгие-долгие годы затягивать принятие в Европейский Союз. То есть кандидатство, это не, ну, по большому счету, это промежуточная веха. А вот как оправдать то, что Украина недостойна? Украина, которая стала буфером между злом и Европейским Союзом. Украина, которой давали три дня и которая ожесточенно сопротивляется до сих пор. Как оправдать, что Украина недостойна стать членами европейской семьи? Для меня сказать сложно. Мне кажется, это будет уже кризис самого Европейского Союза. И вот это решение как раз и разделит Европейский Союз довольно жестко. Там останутся страны, которые будут задавать каждый день вопрос, почему не приняли Украину, не дали ей кандидатский статус. И будут страны, которые будут тихо помалкивать и не давать оружие. То есть это, наверное, уже начало кризиса самого Европейского Союза. То есть если перефразировать известного комментатора Озерова, советского, да? Такой союз нам не нужен. Именно так. Совершенно верно. Борис, большое спасибо за то, что вы сегодня рассказали нам то, что происходит в политической жизни Европы. Успокоили нас, потому что сейчас панические настроения по поводу этого визита трех глав государств. Ну, будем надеяться, что все будет Украина, а борьба со злом продолжится, и поставки оружия будут гораздо-гораздо чаще, выше, быстрее, сильнее. Да, спасибо и вам. Спасибо большое, Борис.